Менее 5% компаний из ФРГ решили покинуть российский рынок, показал опрос Российско-германской торговой палаты. Более тысячи планируют продолжить свою деятельность без серьезной перестройки. Какие в итоге немецкие компании останутся в России и какова статистика в других странах? Менее 5% немецких компаний решили покинуть российский рынок. По данным опроса Российско-германской торговой палаты, лишь 4 с небольшим процента компаний заявили о полном уходе с российского рынка, тогда как остальные планируют продолжить работу. В исследовании приняли участие 1050 компаний членов палаты, собственниками которых являются граждане или компания ФРГ. Более тысячи из них планируют продолжить свою деятельность без серьезной перестройки, лишь частично отказавшись от новых проектов или изменив свою структуру. Какие в итоге немецкие компании останутся в России? Мы спросили об этом советника по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие инвестиций» Сергея Хистанова. То, что компании уходит немного, почти ни о чем не говорит. Поскольку уходят компании, чей оборот на порядке выше, чем у тех компаний, которые остаются. В штуках количество ушедших компаний невелико. Скорее всего, большая часть оборота немецкого бизнеса за счет ухода крупных компаний тоже из России уйдет. Мелкие же компании, естественно, будут принимать решения, исходя из своих собственных интересов. Их поведение будет скорее зависеть не от сюрпризов геополитики, а от положения дел в конкретном секторе бизнеса, где они работают. Остаются очень небольшие компании, большой необходимости принимать какие-то меры для того, чтобы не подвергаться даже какому-то моральному давлению у себя на родине в этих фирм банально нет. К сожалению, какой-то четкой закономерности, которая бы описывала, какие компании покидают Россию, какие остаются, не наблюдается. Может быть, сотрудничество продолжится через посредничество малого бизнеса. Может быть, сотрудничество будет способствовать наличию каких-то компаний-посредников в достаточно нейтральных странах. Значительная часть немецкого мелкого и среднего бизнеса существует из соображений налоговой оптимизации. Поэтому уловить закономерность, в какой отрасли, в какой сфере работают остающиеся в России немецкие компании, совершенно невозможно. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие инвестиций». Россию после начала спецоперации покинули десятки крупных европейских компаний. Среди них немецкая «Сименс» и ее дочка, а также крупнейший страховщик Европы немецкий «Альянс». Ушли и немецкие автоконцерны «Мерседес Бенз», «БМВ», «Фольксваген», а также производители бытовой химии товаров для ремонта «Хенкель», банки «Дойче Банк» и «Коммерцбанк». В Италии, как и в Японии, бизнес тоже не спешит покидать российский рынок. В обеих странах доля таких компаний менее 5%, заметная доля компаний, решивших уйти из России в Британию – 48%. Перед уходом с российского рынка Икея устроит распродажу оставшихся товаров. По датам телеграм-канала она пройдет с 27 июня по 1 июля для сотрудников, затем для всех остальных. Кабмин, по данным ведомостей, попросили ввести внешнее управление для Икеи, передать ее активы российской компании, чтобы восстановить производство и наладить торговлю. О том, есть ли будущее у этой инициативы, Икея объявила распродажу, похоже, финальную. По данным ведомостей, шведская компания начала уведомлять арендодателей ТЦ, в которых расположены ее магазины, о желании досрочно расторгнуть договоры. Неделю назад Икея сообщила о желании продать все свои 4 фабрики. На официальном сайте сказано, что розничный бизнес Икея в России остается на паузе. Там же анонсирована распродажа, но конкретные даты не указаны. По информации телеграм-канала «База», с 27 июня по 1 июля пройдет закрытая оффлайн-распродажа для сотрудников сети, а после 1 июля все, что останется, выложат в онлайн-магазин уже для всех. Иван Медведев подробнее. Что касается закрытия бизнеса Икея в России, официально об этом не объявлено, но по косвенным признакам все именно к этому и идет. Сотрудников пока не сокращают. Но ключевое слово здесь, видимо, пока, говорит председатель профсоюза торговое единство Сергей Филин. При остановке она уже создала такую вот уже предпосылку к закрытию. Но компания пока официально никаких проектов приказов, никаких уведомлений ни в профсоюз, ни работникам не рассылала. По словам Филина, в устной форме есть обещание от представителей компании о том, что сотрудники при увольнении получат компенсации в размере 6-8 окладов, но и поучаствуют в распродаже. Эту информацию Филин подтвердил, правда, точных дат сотрудники пока тоже не знают. Не знают они и о размерах скидок на внутренние распродажи, но все равно ее очень ждут. И не только для того, чтобы обновить поцарапанный комод, но и с целью инвестировать в условных икеевских АКУ. Купить с дисконтом, а потом продать на Авито с наценкой к номиналу. Так, один из сборщиков кухонь Икея, который работает на компанию в качестве подрядчика, уже отправил непосредственным сотрудникам Икеи список того, что нужно ему, и готов добавить в него несколько пунктов. Условно, там же по пропускам проходка. Вы, не знаю, думали о том, что можно кому-то, допустим, поделиться, перепродать? Ну, естественно, естественно. Если получится, не вопрос, не то рвем. Впрочем, наш собеседник, знающий, как работает Икея, не исключает, что и сотрудникам особо разгуляться не дадут. И установят, например, какой-нибудь лимит, не больше двух акул в одни руки. И тогда схема, конечно, будет уже не столь привлекательной. Зато, видимо, больше достанется обычным покупателям, которые будут ждать финального сейла в онлайн. Икея полностью уходит из России. Компания продаст все четыре фабрики, а в июле откроет онлайн-магазин, чтобы распродать остатки товаров со складов. Что дальше? Будет ли уютно? И точка. Икея полностью закрывает свои оффлайн-магазины и уходит из России. Все заводы компании в стране выставлены на продажу. О том, какие идеи могут быть дальше, Александра Сидорова. У Икеи в России было 15 тысяч сотрудников. В магазинах, на складах, на производствах. Теперь им обещают помочь с поиском работы. Зарплаты будут выплачивать до конца лета. У Икеи были собственные фабрики в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях. Часть продукции, более четверти от всего объема, отправлялась на экспорт. На предприятии в городе Тихвин, в двухстах километрах от Питера, работали больше тысяч человек, говорит глава Тихвинского района Александр Лазаревич. Это проблема для такого маленького города, провинциального, как Тихвин. Это некрадообразующее предприятие. Тем не менее, тысяч человек это очень много. Если дошлиться продажи, сменится собственник, но сохранится профиль, нас это вполне устроит. Самое главное, судьбы человеческие, потому что там сельными работали, мы теряем одно из стабильных, как мы считали, работающих предприятий. У нас еще есть два мощных завода. Тихвинский сферосплавный завод, Тихвинский вагоностроительный завод, где очень много вакансий. Но специальности несколько разные. Если там сварщики нужны, сборщики, то здесь на лесообработку надо переучиваться. Всего с Икея, по оценке Минпромторга, работали более 30 крупных предприятий. В ведомстве считают, что поставщики начнут выпускать те же товары под собственными брендами. Российские компании заинтересованы в покупке заводов в Новгородской области. Предприятия смогут вновь открыться под руководством нового собственника через 2-3 месяца, сообщил губернатор региона Никитин. Представители Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России призвали заменить Икея по аналогии с Макдональдс. Но бизнес Икеи гораздо масштабнее. Только в прошлом году генерация выручки была на уровне 190 миллиардов рублей. Компания долгие годы разрабатывала дизайн, нейминг, снабжала предприятие сырьем и в итоге была настолько успешна, что за 20 с лишним лет в России задавила всю конкуренцию. Так что повторить ее опыт за короткий срок будет сложно. Гендиректор ритейлера ХОВ Максим Гришаков не получал от Икеи предложения о приобретении ее активов, но готов рассмотреть такую возможность. Большинство подмосковных поставщиков Икеи и так уже начали работать с этой мебельной компанией. О перспективах подобной сделки рассуждает гендиректор информационного агентства Инфолайн Иван Федяков. ХОВ очень хорошая сеть. Икея уже давно не развивалась активно. В основном поддерживала работу действующих магазинов ХОВ. В этом плане отличался от хорошей агрессии. Заходили в те места, где Икея не была представлена еще. Но я не думаю, что они полностью смогут взять на себя объем продаж Икеи, потому что все-таки их масштабы гораздо меньше. Второй момент. ФОВ не так глубоко погружен в производство мебели. У них есть собственные торговые марки, они делают собственную мебель и выпускают под заказ. Но все-таки это не тот широчайший спектр, который был у Икеи последние годы. Это соотношение слона-моська по размерам бизнеса. Возможно, бизнес решат приобрести непрофильные игроки, но у них нет соответствующих компетенций. А следовательно, будет объективно сложно управлять икеевской махиной. Зато все было очень просто для покупателей. Понятные инструкции по сборке мебели, экспозиции готовых помещений, удобство в планировке. Теперь же бывшие покупатели грустно шутят в соцсетях и постят мемы с тоскующей икеевской акулой. А профессионалы пока не видят альтернативы Икеи в среднем ценовом сегменте, говорит дизайнер интерьеров, соучредитель «Лавкодизайн» Ирина Лаврентьева. Икея привлекает дизайнеров. Коллаборации у них интересные. На сегодняшний день пока никто так еще не работает. Наверняка перестроимся. Мы уже ищем альтернативу с Хоффом лично. Мы работаем не так часто, даже, можно сказать, редко, потому что там нет такой мебели с какой-то изюминкой. Подходом, взглядом мирового дизайна. Икея на определенный экономический сегмент. Палочка-воручалочка, чтобы у тебя было сильно и недорого. Сейчас появляются компании российские, которые начинают делать линейку мебели. Привлекают дизайнеров, они придумывают дизайн интересный действительно. Можно заказать в разных цветах, но это не цена Икеи. Икея – это не только магазины с таким названием «Склады и производство». Вторая ее часть – это 15 торговых центров «Мега». Формат «Мега плюс Икея», кстати, существовал только в России. Совокупная площадь этих ТЦ выводила компанию в крупнейшего российского девелопера торговой недвижимости. «Меги» останутся открытыми, заверили в компании. Но гигантские икеевские площади перепрофилировать будет сложно. К тому же Икея была якорным арендатором. Многие ехали в первую очередь именно за мебелью и товарами для дома и только заодно посещали остальные магазины. Поэтому, по мнению экспертов, «Меги без Икеи» может ожидать печальная участь. Икеевская «Акула» за миллион рублей. Она ведь начали появляться товары из закрывшихся магазинов в десятки раз дороже. Например, детскую игрушку из Икеи «Акулу Блохей» предлагают купить за миллион, хотя она стоила полторы тысячи. Кто и зачем выставляет товары по такой цене, покупает ли их, разбирался Александр Астахов. «Акула Блохей» в «Зените славы», которая в Икеи ей и не снилась. Довольно никчемная в обычное время мягкая игрушка стала уже не только мемом соцсетей, но и популярным лотом маркетплейсов. В описании под объявлениями продавцы пишут, что готовы, например, обменять «Акулу» на завод. Юлия, которая выложила объявление накануне, указала, что это не просто «Акула». Зовут ее «Диего» и стоит она 400 тысяч рублей. Сначала, правда, девушка поставила цену 600 тысяч. Продают и одежду. Одна из моделей джинс «Левайс» в магазине стоила примерно 7 тысяч рублей. Теперь на «Авито» эти же джинсы предлагают купить за 300 тысяч. А куртка из «Бершки», которая стоила 5 тысяч, продается за 45. В среду временно закрыла в России все магазины «Виктория Сикрет». Цена самого дорогого комплекта женского нижнего белья, который сейчас выложен на «Авито» – 50 тысяч рублей. В магазине он стоил около 8. Сергею, который этот самый комплект продает, так никто и не позвонил. «Почему так дорого продаете?» «Потому закрылось». «А вы прямо специально перед этим купили?» «Нет, заказали с Америки. Не подошел размер. Естественно, специально». «Я тоже, получается, наверное, могу так заказать?» «А если сейчас есть какие-то сервисы, которые привезут с Америки, то естественно». «Вообще люди звонят?» «Да нет, конечно». «То есть вы так на удачу?» «Просто никто, естественно, не купит там». Многие выложили на «Авито» объявление о продаже кроссовок. До этого Nike, Puma и Adidas тоже временно закрыли все свои магазины в России. Но участники рынка отмечают, что есть редкие пары обуви, которые или в принципе из лимитированной коллекции, или просто мало завозились в Россию всегда. В официальных магазинах некоторые модели разбирали быстро, а у официальных перекупщиков цена в 30 тысяч за пару была нормой и раньше. Вот и Никита, который продает кроссовки Atmos Adidas за 230 тысяч рублей, в зарубежном интернет-магазине они стоят около 9 тысяч, говорит, что на цену временное закрытие Adidas никак не повлияло. «Все зависит от редкости, от расцветки и так далее, то ли иной пары. Поэтому с учетом еще на текущий момент курса, возможно, поэтому такая стоимость». «А это как-то связано с тем, что Adidas закрылся?» «Нет, это не с этим связано, просто, возможно, именно эта расцветка или именно эта модель, в данном случае, она была выпущена ограниченным тиражом. Мы из Европы привозим в основном». «Подумал, может, вдруг спекулянты». «Нет, такого нет. То есть наша наценка обычно 10-20 процентов». Скорее всего, мало кто из нынешних продавцов помнит, что в уголовном кодексе СССР была такая статья «Спекуляция. Скупка или перепродажа товаров целью наживы до двух лет тюрьмы». В 92-м ее отменили, и с тех пор никакой ответственности за спекуляцию нет, говорит управляющий партнер московской коллегии адвокатов Юрасов Ларин и партнеры Владимир Юрасов. «Перечень, которую правительство России приняло, нельзя повышать более чем 5 процентов. Это товар только первой необходимости. Так как уголовной ответственности за превышение вот этого финансового барьера в виде больше чем 5 процентов нету, соответственно, также по аналогии мы можем считать, что никакой уголовной ответственности у магазинов, либо у юридических, физических лиц на данный момент не существует. Независимо от товаров, гречка, акулы, либо машины, квартиры». По данным Росстата, в начале марта инфляция в России превысила 10 процентов. Это рекорд за последние 6 лет. В Госдуме в связи с этим обсудили госрегулирование цен. И глава ФАС Максим Шаскольский привел цитату из стихотворения Маршака. «Спекулянтов будем вешать». Речь, конечно же, идет о совсем других сделках. А кепка сотрудника Макдональдса за миллион рублей – просто грустная шутка. Без шансов на успех. Без шансов на успех.